МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Предмет автомобильные эксплуатационные материалы. С вами работает преподаватель Ирланд Феорий Рассетевич. Мы приступаем к изучению темы урока автомобильные специальные жидкости. Наряду с лобовым маслами и смазками надежная работа техники обеспечивается применением различных специальных жидкостей. В зависимости от назначения и свойства они подразделяются на охлаждающие жидкости, тормозные жидкости, гидравлические жидкости, амортизаторные жидкости, охлаждающие жидкости стеклообывателя и пусковые жидкости. Жидкости в системе охлаждения применяются для поддержания оптимальной температуры в системе охлаждения двигателя. В качестве жидкости для системы охлаждения автомобильные двигатели применяют воду и жидкости, замерзающие при низкой температуре. К недостаткам воды следует отнести то, что при температуре нужных градусов она замерзает. И увеличивается в объеме недостаточно высокую температуру кипения. И склонность к образованию аркипи и шлама. По этим причинам в настоящее время в качестве охлаждающей жидкости используют только низкозамерзающие жидкости антифрезы. И тазоны. Что собой представляет антифрез? Антифрез представляет собой раствор этиленгликоля в дистиллированной воде с добавлением комплексных присадок, предотвращающих вспенивание, коррозию и другие. Этиленгликоль это ядовитая жидкость. Он замерзает уже при температуре минус 11,5 градусов. Но с добавлением воды раствор начинает кристаллизоваться и при более низких температурах. При соотношении 33% воды и 67% этиленгликоля температура загрязания будет минус 75 градусов. Раствор практически не увеличивается в объеме и превышается в кашеобразную массу. В настоящее время применяют для изготовления антифрезов припленгликоль. Он не менее, не так сильно и менее ядовит. В данный момент антифрезы бывают трех разновидностей. G11, G12 и G13. На данном пакете у нас есть антифрез G12. Далее пойдем к изучению тормозной жидкости. Назначение тормозной жидкости. Передавать училие от главного тормозного цилиндра к колесам, рабочим цилиндрам. Последнее прижимают тормозные накладки к дискам или барабанам. Условия работы гидравлической тормозной системы следующие. Добавление в гидропроводе достигает 10 мегапаскалей. Температура жидкости в дисковых тормозах в экстремальных условиях достигает 150-190 градусов. Поэтому жидкости должны отвечать следующим требованиям. Иметь высокую температуру кипения, низкую стабильную вязкость, быть морозоустойчивыми, не воздействовать на резиновые изделия, не вызывать коррозии металлов, иметь хорошее смазывающее свойство. Тормозные жидкости производят на касторовой основе и николевой основе. Тормозные жидкости на касторовой основе представляют собой растворы спиртов и касторового масла. Обладают хорошими смазывающими свойствами, не вызывают разрушения резиновых деталей. Тормозные жидкости на гликолевой основе ядовиты, обладают хорошими низкотемпературными свойствами. В основном применяют тормозные жидкости это ДОТ-3, ДОТ-4, ДОТ-5, РОСА, РОСА-4. У нас ДОТ-4. Далее рассмотрим амортизаторные жидкости. Амортизаторные жидкости – маловязкие масла, которые заполняют гидравлические амортизаторы. Они должны обладать следующими свойствами. Хорошо смазывающими, высокоантикоррозационными свойствами, высокой стабильностью, достаточной вязкостью, выпускают следующие амортизаторные жидкости – МГП-10, МГП-12 и АЖ-12Т. Далее рассмотрим масла для гидравлических систем. Многие агрегаты и механизмы автомобилей приводятся в действие гидромеханическими передачами. К ним относятся гидромеханические трансмиссии, гидроусилители рулевого механизма. Рабочим телом для гидравлических систем служат легко подвижные и практически нежимаемые жидкости гидравлические масла. Они работают при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов и давлении до 40 мегапаскалей. В контакте с резиновыми и кожаными уплотнениями и шлангами. Поэтому такие жидкости должны иметь низкую температуру застывания, сравнительно небольшую вязкость и температуру кипения. Таким маслам относятся МГ-22, МГ-15 и МГ-10А. Следующий вопрос рассматриваем. Это жидкость для облегчения пуска двигателя. Пусковые жидкости обеспечивают быстрый пуск двигателя в холодное время года. Впрыскивается жидкость в корпусной трубопровод автомобиля и камеру сгорания. Таким жидкостям относятся Холод-Д-40 для дизелей и Арктика для бензиновых двигателей, обеспечивающих холодный пуск двигателя. Основа пусковых жидкостей Этиловый эфир с добавлением газового бензина и турбинового масла. И последняя жидкость – это жидкость для автоомывателя. В летнее время можно использовать воду с добавлением моющих присадок. Однако при низких температурах использования жидкости не должно быть. И при этом используют жидкость не из 4, разбавленной водой, а также моющими, смягчающими и другими присадками. На этом мы прослушали урок. Продолжение следует... Продолжение следует...